Рисунок черепа Рисунок черепа Также в три четверти Более фронтально И вид немножко более снизу И разница будет заключаться Между предыдущими И этим роликами в том Что сегодня мы попробуем Начинать наш рисунок от пятна Вот у нас череп с вами стоит Немножко другой Череп тот сейчас в работе Мы его поставили на полочку Чтобы было повыше И расположили так Чтобы тоже было в три четверти Но более фронтальный вид Как бы мы не вели наш сценарий рисунка Сегодня мы попробуем его вести от пятна Но тем не менее Нам нужно отдавать себе отчет В том что у объекта нашего изображения Есть конструкция То есть череп имеет свою конструкцию Свою характерную форму Свою архитектонику В первую очередь Наверное это бросается в глаза На отдельных ярко выраженных точках Где форма поворачивается И вот если ситуацию попытаться Очень сильно упростить То мы можем сказать Что существует передний план Черепа Он весь освещен И существует все остальное Практически это просто боковые планы Потому что нижнего мы почти не видим За исключением маленьких каких-то кусочков Ну и верхнего мы видим там Совсем немножко сверху Вот на этой схемке Как раз показан Такой упрощенный Скажем взгляд На ситуацию И если попытаться Рассмотреть Немножко поподробнее Конструкцию То будет вот какая-то такая Картина Да И если помните У нас Некоторое количество серий назад Мы уже начинали Разговор о черепе Да Начинали с набросков И Рассматривали конструкцию Именно черепа Достаточно подробно Так вот Конечно Мы с вами должны понимать Что Понимание Знания Конструкции черепа Оно является Первоочередным То есть В первую очередь Важно Понимать Знать Конструкцию черепа А Те Длительные рисунки Черепа Которые Вот мы сейчас Делаем Они на самом деле Являются Ну Скорее Дополнением Должны быть Дополнением К пониманию Знанию Этой самой Конструкции Этот момент Он Достаточно Важный И принципиальный Поэтому Мы в свое время Рассматривали Наброски Да Короткие Наброски И не стоит Думать Что наброски Это Скажем так Ну Может быть Какой-то Такой вариант Не серьезный Да А вот Когда ты сидишь Долго рисуешь Череп Там все Полутона Передал Это вот Очень серьезно Да На самом деле Все эти задания Они направлены На одно и то же На понимание Учеником Конструкции Черепа Ну Ну И в каком-то Смысле Можно сказать Что наброски Конечно Дает Немножко Больше Даже Может быть А вот Длительные Рисунки Да Их основная Ценность Конечно Не в том Что вы Создаете Красивую Такую Штудию Черепа Да Которую Можно на стенку Повесить А на самом деле Их основная Ценность В том Что вы За счет Того Что делаете Более Длительный Рисунок Возможно Лучше Обратите Внимание На Формы Большие Характерные Формы Которыми Составлен Череп Ну И вот Здесь Мы С вами Пытаемся Немножко Такую Условную Тоже Схемку Как бы Рассмотреть Видите Что мы Боковой План Весь Закрасили Зеленым Цветом И Что мы Здесь Видим Да Мы видим Помимо Больших Кусков Бокового Плана Да Мы Видим Еще Небольшие Кусочки Да В частности На боковых Поверхностях Носа На Вот Ротовой Части Да Вы видите Что тут На самом деле Боковой План Он идет Не сплошняком Он прерывается Да Вот в районе Челюсти Также Нижний План Нижний План У нас Закрашен Таким Как бы Сине Фиолетовым Да Ну и Где он у нас Представлен В первую очередь Да Это на Надбровных Дугах Да И на Челюсти Не на челюсти Пардон На скулах На скулах Вот Там где они Оборачиваются Книзу Ну и Соответственно Передний план Да Вот Видите Мы его здесь Попытались Покрасить Немножко Разными Тонами В общем Все это Оттенки Желтого Да Там где они Более темные Мы Этим попытались Передать Что это Передний план Но его Участки Которые Обращены Как бы Вниз И Соответственно Какие-то Более Средне Желтые Участки Смотрят Вперед И Более Светло Желтые Участки Они В той Или иной Степени Да По-разному Они смотрят Более-менее Вверх Ну Естественно Да Это все Сделано На скорую руку Я думаю Что при желании Можно это все Нарисовать Гораздо Более Логично И осмысленно Но Мне кажется Что вот Важный Здесь момент Конечно Какой Что Подобная Схема Она должна Включиться Наверное В сознании Скорее Да Или Можно сказать Так Что Подобные Какие-то Вот Упражнения Да Такие Вот Игры Да Такой Анализ Формы По отношению К черепу И голове Человека Да Мы Должны Его Сами Себе Устраивать Ну И Конечно Если Говорить О Тональном Рисунке Да О Рисунке От Пятна То Конечно Нам Желателен Такой Способ Зрения Который Или способ Восприятия Такой Как бы Обобщенный Да По крайней мере Для начала Работы И Символически Его Показывает Вот эта Картинка Где Просто Все Очень Сильно Скажем Так Расфокусирована Да И Я думаю Что В общем То Начать При Развитии В себе Умение Видеть Именно Общую Тональную Картину Наверное Так же Стоит Способности Смотреть Расфокусировано На Натуру То Есть Скажем Так Попробовать Убедиться Что Вы Можете Либо Расфокусировать Взгляд Либо Если Это у вас По каким-то Причинам Не получается Можно Смотреть Немножко Прищурившись Ну И Наверное Можно Попробовать Поэкспериментировать С разными Материалами Сквозь Которые Можно Смотреть Может Сквозь Какую-то Пленку Полиэтиленовую Попробовать Сложить Вдвое Втрое Вчетверо И так Далее Но Задача Конечно Заключается Не просто В том Чтобы Механически Научиться Что-то Делать Со своим Зрением А Задача В том Чтобы Наше Сознание Научилось Смотреть Обобщенно Итак Давайте Давайте Мы Немножко С вами Попробуем Сейчас Порисовать От пятна Но Наверное Основное Отличие Да Принципиальное То что Мы Не добиваемся Более-менее Точного Линейного Рисунка При таком Способе Рисования Да Как Вы Считаете То есть Получается Так Что Мы Все-таки Конечно Какие-то Ключевые Точки Фиксируем Но Происходит Это Как Б Немного Как Если Бы Изображение Было Капельку Размыто Что Ли Да Можно Наверное Так Сказать Ну Или Можно Сформулировать Немножко Как Б Проще Да То Что Мы Не Добиваемся Точного Или Более-менее Четкого Линейного Рисунка Прежде Чем Начать Работать Тоном Мы Практически Сразу Вводим Тональность И Постепенно Уже Работая Тоном Наш Рисунок Немножко Конкретизируется При этом Конечно Какие-то Яркие Точки Да Еще раз Повторюсь Яркие Какие-то Заметные Точки Они Все-таки Немножко Проявляются Уже Самых Первых Минут Рисунка Но Проявляются Они Тоже Как Пятна Вот Вы Видите Сейчас Что У нас Появилось Ну Помимо Каких-то Заметных Точек Да У нас Появились Основные Пятна Основные Темные Пятна То есть Это Глазницы Это Нижние Боковые Части Да Скажем Так Ну И Скажем Нижние Части Переднего Плана Те Которые Обращены В тень Но Что Желательно Конечно При таком Рисунке Это Все-таки Еще раз Если вспомнить То что мы говорили О конструкции То что мы Не занимаемся Просто срисовыванием Пятен Механическим Из жизни Потому что Тогда В общем-то Не будет Иметь смысл Именно Рисунок Черепа Да То есть Тогда можно Таким способом Механически Срисовывая Пятна Копируя Можно рисовать Все что угодно Да В какой-то Методической части Да От этого Проку Не будет Поэтому По-хорошему Конечно Мы Как бы Как бы Срисовываем Крупные пятна Но На самом деле Мы это делаем С поправкой На конструкцию На архитектонику Черепа Вот Поэтому Все-таки Это чисто Внешне Как бы Выглядит Что мы Просто Копируем На самом деле Видите Что мы Этими пятнами Все равно Стараемся Крупные Основные Планы Да Их Показать Вот Вот Такая Важная Достаточно Поправка Я Почему Это Несколько раз Повторяю Потому что Мне кажется Что Если Начинающий Рисовальщик То конечно Желательно Вот Эту Тему Очень Хорошо Как-то Вот Внутри Себя Так Размыслить Да Осознать Понять Но При этом Мы Можем Также С вами Вспомнить Известный Тезис О том Что Длительный Рисунок Должен Начинаться Как Набросок Ну Или Скажем Так Может Да Никому Не должен Желательно Чтобы Это Происходило Или Скажем Хорошо И Удобно Если Так Происходит То Соответственно В данном Случае У нас Все Это Очень Похоже На Тональный Набросок Просто Также Видите Что Мы Можем Действовать Лопаточкой Да То Не Штриховкой А Как Бо Таким Широким Штрихом Почти Тушевкой Ну И В общем То Если Представить Что Все Это Несколько Раз Меньше Да То Мы Как Раз Получим Начало Тонального Наброска Такого Идущего Как Раз От Вьетнам Соответственно Конечно Ластик Нам Здесь Необходим При Рисунке От пятна Ластик У нас Точно Так же Выполняет Функцию Инструмента Созидающего Да Можно Так Сказать То Не Просто Что То Стирающего Но Также И Рисующего Светлым По темному Также Конечно Желательно Не забывать О Воздушной Перспективе В идеале Да То есть Сразу же Делать Порезче Поконтрастнее То Что Ближе К нам Делать Поконтрастнее Поконтрастнее Тезис Что Обводка С одной Стороны Убивает Объем Да Но С другой Стороны Она Конечно Помогает Что-то От чего-то Оторвать То есть Показать Разницу В расстояниях Между Тем Объектом Который Обведен Да И тем Который Рядом С ним Находится То есть На рисунке Рядом С ним А на самом Деле Дальше Обводка Она В общем-то Для этого Полезна Ну и в данном Случа Видите Что Да Таким Образом Мы Как бы Отрываем Скулы Вот Тени На На Челюсти Видите По бокам От подбородка Они Конечно Нам Чем Интересны Тем Что Они Показывают Боковой План Ну а Вдаль У нас Немножко Сейчас Все Сделано Посветлее Вот Затылок Да Он Пока Более Светлый Но Таким Образом Он Просто У нас Как бы Уходит В глубину За счет Этого Хотя Вот Обводка На краю Затылка Она Например Сейчас Нам Немножко На самом Деле Мешает Потому Что Она Спорит С Теми Частями Которые Близкие Ну Потихонечку Видите Чтобы у нас Воздушная Перспектива Она Работала Видите Что Мы С одной Стороны Как бы Мы Немножко Разбираем С тоном Потихонечку Да Но Видите Что Мы Делаем Акценты На Тех Местах Где Форма Поворачивается И Желательно Конечно Нам В этой Связи Задавать Себе Вопрос Все Ремяда Какие Участки Отстают Какие Больше Отстают Какие Больше Нуждаются В нашем Внимании Участки Участки Глазные Глазные Зоны Слишком Светлые Ну И Конечно Такое Использование В качестве Инструмента Лопаточки Карандаша Видите Видите Что Оно Конечно Сильно Ускоряет Работу Потому Что Закрываемая Площадь Она Конечно Сразу Больше Больше За Единицу Времени Ну И Немножко Видите Что Нам Да Желательно Сейчас Выделяли Там Надбровные Дуги Да Что Мы Они Как бы Смотрелись Ближе Чем Тени Внутри Глаз Да Что Что Там В глазах На самом деле Нас Ну Просто Дырки И дырки Да Нас Мало Интересуют Надбровные Дуги Они Важнее И Видите Что Мы Немножко Еще Выделяем Сейчас Повороты Формы Выходящие Вперед Да Подбородок Это Поворот На челюсть Из переднего На боковой План Это В районе Клыков Происходит Ну Там Мы Немножко Тоже Обозначили Край Затылка Внизу Да Чтобы Там Тоже Был Кусочек Заворачивающейся Формы Но При этом Конечно Смотрите Что Желательно Чтобы Все равно Все равно Создавалась Целостная Тональная Картина Более Что в этой Связи полезно Да Это Периодически Напоминать Себе Что Голова Это В общем-то Яйцо Да Ну и Вот Представить Представить Себе Что В этом Положении Лежало Лежало Яйцо Также Вот Приблизительно Освещенное Да Спереди Сверху Соответственно Как бы На нем Распределялись Быти Да Вот Этот Вот Общий Ход То Что Есть Центральная И Верхняя Зона Более Светлая А Бока И Книзу Оно Плавно Как бы Уходит В полутон И в тень Вот Эту Целостную Картину Ее Конечно Желательно Себе Так Время От Времени Напоминать Представлять В таком Случае Вся Вот Эта Мелкая Дребедень Состоящая Из Всевозможных Поворотиков Формы Небольших И Соответственно Кусочки Планов Переднего Бокового Верхнего Которые Перемешаны Между собой Да Которые Как раз И делают Картину Дробной Вот Вся Эта Мелкая Дребедень Она Будет Восприниматься Нами Скорее Как Некое Дополнение К Целостной Картине Яйца Освещенного Спереди Сверху Вот Может Быть Покажется С непривычки Что я Говорю Что-то Такое Немножко Заумное Да Но Если вы Сами Попробуете Как с этим Поупражняться То Вполне вероятно Что придете К этим же Выводам Что Такой подход Он Достаточно Полезен И эффективен Ну Ну И вот Видите Что После того Как мы С тенями И Полутонами Более-менее Немножечко Разобрались Или скажем В первом Приближении Разобрались Да У нас У нас Появляется Возможность Уже В светах В частности Например На Убу Да Там Передний план Он все-таки Не одинаковый Там тоже Ввести Какие-то Легкие Градации Но Не знаю Лично я Все-таки Сторонник Чтобы Сразу же Создавать Какой-то Контраст И Его Уже Более-менее Держать То есть Скажем Не торопиться Особенно С Разработкой Светов Пока У нас Тени До конца Еще Не набраны Да Поэтому Скажем Так Немножко Там Чуть-чуть Поработав На светах Да Ну Скажем Мне как-то Больше Хочется Вернуться Снова В тени Да И их Немножечко Еще Усилить Чтобы Разница Она Как бы Особо Не сближалась Между Светом И тенью Ну Потихонечку Уже Какие-то Детали У нас Начинают Тихонько Проявляться Что касается Рисования Ротовой Области То Конечно Вот этот тезис Что рот Это шар Да А точнее Можно сказать Что рот Это граненый Шар А рот Имеется Ввиду Конечно Не Скажем Так Не 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 просто Губы Да Скажем А именно Вся Ротовая Область Вот То Конечно Желательно Об этом Не забывать Потому что Тут же Возникают Всякие Искушения Там Заняться Рисованием Зубов Забыв Обо Всем На свете Да Так же И по отношению К носу Да Нужно конечно Понимать Что это Не просто Мы срисовываем Вот это Экзотическое Пятно Носа А что Нос Это такая Призмочка Да Которая Крепится К Формам Черепа Ну Как бы Приставленная Такая Призмочка То что Мы с вами Рассматривали В предыдущей Серии В начале Да Некоторый Анализ Мы делали И Соответственно Когда мы Какие то Такие Уже Начинаем Детали Вводить Очень важно Понимать Что мы Рисуем Не сами Эти детали А При помощи Этих деталей Мы создаем Те Большие Формы Которые Мы Себе Воображаем Да Имеем Ввиду Стараемся Видеть Ну Иначе Можно В общем То И Сделать Вполне Себе Фотореалистичный Наверное Рисунок Черепа Если Долго Посидеть Хорошенько Да А Какой-то Ощутимой Пользы Для вас Понимание Конструкции Может И не Наступить В этом Смысле Наверное Можно Сказать Так Что Мы В идеале Должны Стараться Все время К синтезу К синтезу Восприятия То есть С одной стороны Мы Смотрим Какие Какие Пятна Да Какой Формы Как они По отношению К целостной Картине В тоне Насколько Они Темные Насколько Светлые Да С другой Сторон Мы Параллельно Все время Себе Задаем Вопрос Какая Форма Какая Там Форма Куда Смотрит Плоскость Да Условно Говоря Если К ней Приложить Палец Там И В общем То Полезно Наверное Подходить Да Немножко Так Руками Щупать Натуру Рассматривать Со всех Сторон Потому Что Если Конечно Рисовать Только Со Своей Точки То Возникает Конечно Момент Такого Срисовывания 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 что у нас немножечко сейчас параллельно начинают уже скоро появляться какие-то подробности ну или скажем так 5 круп пятна крупного и среднего размера у нас более менее сейчас как-то нам удается более-менее с ними разобраться до конфигурации но конечно существует такая проблема которой я думаю что каждый из вас сталкивался да это чередование обобщения и детализации как только мы вносим какие-то детали до рисунок становится немного более дробным соответственно нам нужно стремиться либо постоянно эти детали вносить так чтобы они не разрушали целая да но к сожалению можем к этому только стремиться либо скажем внеся какие-то детали до периодически что-то может обобщать проходиться более широко может быть что-то немножечко при пригашивать да чтоб она была менее ярким чтобы возвращать целостную картину ну и соответственно опять же момент да то есть мы постоянно стремимся уделить внимание тем частям которые отстали да и в то же время нам желательно чтобы какие-то части вырывались вперед становились на контрасте до за счет этого нам весь рисунок приходилось тоже немножко делать более контрастным более ярким или какие части вырывались вперед например в будущее становясь более проработанными и соответственно другие вынуждены были догонять в этом контексте конечно если говорить о воздушной перспективе то вот в первую очередь право на то чтобы быть более контрастным более проработанным конечно должны иметь те части которые ближе к нам продвигаться. м м Продолжение следует... Продолжение следует... Да, мы можем немножко уже в цветах какую-то дифференциацию тоже производить. Не опасаясь при этом, что рисунок станет серым. Продолжение следует... 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 То есть, если есть такой тезис, да, о том, что ученики, как бы, должны рисовать детали, да, и сильно проработанный рисунок, он, конечно, всегда вызывает, там, уважение и восхищение, но, тем не менее, вот, желательно, чтобы мы все время по отношению к дальнейшей детализации, да, занимали такую позицию, что, да, детали добавляются, но для нас все время приоритет, как мы этими деталями целое создаем. Как на рисунке, так и у нас в сознании, да, то есть, то, что мы отходим, да, все время на этот счет смотрим, ощущаем, что, вот, там, нам для, скажем так, целостного развития рисунка вот здесь и здесь, там, хочется таких-то деталей, да, не просто для того, чтобы, ну, вот, я тут детали проработаю, да, и мне скажут, спасибо, молодец, долго рисовал, или молодец, аккуратный, или молодец, тщательный, да. Ну, конечно, вот, такие вещи, как зубы, да, их, в принципе, вполне можно намечать просто схематично, ничего больше не делать, да, потому что настолько важно, чтобы мы в этом районе, как бы не занимались перечислением зубов, да, а осознали форму, общую форму вот этого куска, да, видите, как, как бы такого многогранника. Вот, в верхней челюсти, да, потом линии зубов, и как она переходит в нижнюю челюсть. Настолько вот это понимание, оно важно, да, важность его, она стоит на первом месте, что, конечно, по сравнению с этим прорисовка зубов, она, конечно, играет, там, роль десятую, условно говоря. Хотя, если вы, ну, долго будете рисовать, конечно, все это можно, там, перечислить, и все эти детали можно передать при желании. Ну, вот видите, у нас рисунок немножко больше оброс какими-то уже подробностями, да, деталями, шероховатостями, но стал немножечко он такой, может быть, где-то слегка черновато-грубоватый. И вот, если мы с вами собираемся его вести дальше, то, конечно, имеет смысл какие-то куски стирать, да, и уже заново, но в найденном ключе, то есть в найденной тональности, решать их уже более нюансно. Кроме того, конечно, очень хорошо, скажем, для того, чтобы рисунок обобщить, да, взять все-таки немножко, как бы, карандаш потверже, да, и с более длинным грифелем, и держа его более полога, наносить, как бы, такую легкую, легкую обобщающую светотень. Видите, он, за счет этих действий, он, как бы, немножко так становится чуть-чуть поцельнее, какие-то куски объединяются, обобщаются. Продолжение следует... И, соответственно, если мы готовим с вами вести его дальше, то, конечно, нам нужно прорабатывать более нюансно. Для этого желательно ослаблять немножко, да, или необходимо ослаблять. И уже более так тщательно можно заниматься передачей всех нюансов. Но тут, конечно, в этой связи, что нам помогает, да, то, что у нас общая тональность уже найдена. И, соответственно, удаляя какие-то куски, мы их решаем более нюансно, но мы их восстанавливаем в целом более-менее в той же тональности, которую мы уже нашли, да. Спасибо. 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 , что в наше время возможно, но, скажем, все-таки редкое явление, да, то получается так, что если вы какие-то куски лучше прорабатываете, это должно выливаться в то, что вы за счет этого лучше успели прочувствовать, прожить форму в тех или иных местах. Тогда в этом случае возможно, чтобы вы не только общую конструкцию поняли, но и поняли формы отдельных мест лучше и при рисунке, соответственно, голов, портретов, это как-то все в памяти может всплывать и приносить пользу. В этом случае такая более-менее длительная студия черепа, она, конечно, приобретает какой-то смысл, да, если этого не будет происходить, но тогда, конечно, смысл студии, он такой чисто эстетический, да, типа, а вы посмотрите, как тщательно нарисовано, вот, да, вот, здорово, большая работа. Но тогда разница между рисунком черепа и рисунком вазочки в натюрморте, да, никакой не будет, естественно, все равно, по-большому счету. Этот момент очень важный, поэтому, опять же, если вспомнить наш ролик по наброскам черепа, да, почему он шел раньше? Потому что для нас, в первую очередь, важно именно то главное, что нам может дать череп. И в этом контексте, конечно, если вы когда-то, допустим, делали наброски черепа, это не означает, что этого достаточно. То есть, к наброскам черепа нужно возвращаться, и если у вас появилось время и возможность сделать длительный рисунок черепа, все равно это должно сочетаться с набросками на построение с разных точек. Иначе есть всегда вероятность такая, что пару рисунков сделал с двух разворотов, да, ни конструкцию, ни форму, ничего не понял. Какие бы рисунки подробные и тщательные не были. Спасибо вам, дамы и господа, за внимание, всего вам доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok